Многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, что яблоня цветет вся белая, цвету завязи вроде бы завязались, проходит некоторое время и практически все лежит на земле. Из-за чего это возникает? Среди прочих, скорее всего, это причина состоит в том, что деревья просто не хватает, дерево не хватает питания. То есть у каждого растения, у деревьев в частности существуют процессы саморегуляции урожая. То есть, говоря простым языком, растение прикидывает, сколько у него есть питания, сколько у него есть завязей и сколько, в принципе, в теории она может прокормить и дать урожай. А лишнее сбрасывать. Поэтому, естественно, наша задача состоит в том, чтобы питание этой дереву дать и, естественно, тем самым увеличить впоследствии количество урожая. Каким образом это делается? Ну, для начала необходимо посмотреть, где у нас заканчивается крона. То есть вот смотрим на дерево, где заканчиваются вот эти вот все веточки наши, то есть вот этот периферия кроны, периметр, именно там под землей находятся всасывающие маленькие корешочки того же дерева. То есть, следовательно, делаем вывод, что удобрение вносится именно здесь, в этих местах. Другими словами, вот заметили, где у нас крона заканчивается? Дальше по периметру на земле выкапывается небольшая канавка, где-то глубиной сантиметров 8-10, то есть полштыка лопаты. И вот эта канава будет нам служить потом уже для внесения удобрения. Можно использовать что-нибудь из органики с хорошим содержанием азота. Например, навозные жижи. Можно использовать куриный помет, однако следовать строго инструкциям по концентрации. И вносить из расчета примерно, вот представляете, у вас получается эта борозда, эта лонка, из расчета примерно одно ведро навозной жижи, например, на 2 метра вот этой вот борозды. Дальше, конечно, можно, в принципе, что-то из минеральных удобрений, в принципе, внести. Но если вы внесете именно навозную жижу, в принципе, этого будет достаточно. Если хотите что-нибудь из минеральных удобрений вносить, то, например, если касаемо фосфатов, суперфосфат, это примерно 10-15 граммов на 1 квадратный метр. Если это калий, можно использовать сернокислый калий, это 8 примерно граммов, тоже на квадратный метр. Если это азот, в принципе, лучше азот в виде органики использовать. Но если у вас мочевина или аммиачная селитра, то это те же, опять же, 10-15 граммов на 1 квадратный метр. Дальше еще такой момент. Вот вы ямку-то выкопали, посчитали, сколько вам нужно удобрений на нее положить. Допустим, вы использовали, опять же, навозную жижу, коровяк или какие-то настои трав, например, крапивный настой. Дальше вы это вывели, согласно инструкции, в эту борозду. Ее необходимо обязательно закопать обратно и лучше всего пролить опять. Также все подкормки лучше не проводить, если очень долго была засушливая погода. Необходимо дерево обязательно хорошо-хорошо пролить, за день хотя бы. Для чего это делается? Если вы, допустим, не польете, то сразу будете вносить либо минеральные, либо даже органические удобрения, их концентрация в почве будет очень высокая. Корешки там в почве достаточно нежные, тонкие, их можно просто обжечь этими растворами. Поэтому, чтобы эту концентрацию снизить, чтобы действие было более мягкое, сначала хорошо-хорошо проливается почва, а уже потом вносится удобрение. Получается, как вносим удобрение. Смотрим, когда примерно отпадет, точнее, отцветет яблоня. Дальше, после этого сразу можем выкапывать по периферии кроны борозду глубиной 8-10 см. После этого вносим выбранное нами удобрение в рекомендованных пропорциях. Дальше закапываем и очень хорошо проливаем. Таким образом, а падение завязи будет меньше.